Добрый вечер, дорогие одесситы! Прямой эфир в студии телеканала Медиа-Информ. К вашим услугам мы продолжаем обсуждать новости города Одесса. 737-7310, телефон в эфире. Можно обращаться с вопросами, тем более у меня в гостях Анатолий Бойко, глава областного одесского отделения комитета избирателей Украины. И этот общественный институт, на самом деле, один из немногих, кто работает по самым уязвимым и болевым точкам в нашем городе. Я так понимаю, что за последнее время ничто так не возмутило общественность, как факт декларации и последствия декларации, предоставленной нашими уважаемыми слугами народа о своем материальном благополучии. Они наконец-то, хотя бы часть того, что они имеют, имеют их семьи, имеют их чадо, отпрыски и дальние родственники, включая теж, дедов и троюродных бабушек, когда все это имущество оказалось не просто распределенным, а еще и объективно вынесенным на средства массовой информации, выяснилось, что в нашем ничем государстве в условиях локальной кровопролитной войны продолжают оставаться и существовать достаточно мощные бизнеса, которые позволяют себе покупать всякие престижные и очень дорогие вещи, коллекционировать картины, о существовании которых они еще совсем не давно представления никакого не имели и так далее. Вот интересно, какой социальный взрыв они тем самым готовят публикации этих деклараций? Это хороший вопрос, потому что на самом деле сама по себе публикация, это конечно большой шаг вперед, но... Мы к этому не привыкли. Вопрос в другом. Мы об этом догадывались, но нам теперь абсолютно открыто и популярно объяснили и показали, что нас все время обворовывали, что на самом деле Украина далеко не нищая страна, а страна с невероятным экономическим потенциалом, если столько лет разворовывали, столько наворовали и еще мы как-то существуем. Но самый главный вопрос это, что будет дальше, потому что дальше может следовать либо юридическая ответственность за неправомерное обогащение, чего, к сожалению, скорее всего не будет, либо... У нас среди прокуроров и судей достаточно много фигурантов этих же списков. Совершенно верно, они сами, да, это все одна компания, как говорится, либо социальный взрыв, но который, на мой взгляд... Приведет к еще худшим результатам. Вот, поэтому самое главное, чтобы этот взрыв выразился не в формате непосредственно какого-то бунта, бессмысленно, беспощадно, в формате действительно системной и последовательной обструкции тех, кто сегодня находится у власти со стороны общества. То есть мы получили, ну я не знаю, какое еще нам всем нужно доказательство того, что эти люди недостойны находиться у власти и что еще нужно сделать для того, чтобы мы больше за них не голосовали и требовали их отставки. А что можно сделать, если у нас туда наверх, к распределительному корыту или к конвейеру, очень редко пробиваются люди, хотя бы просто элементарно вменяемые, как бы приемлемые. Вот вы человек уравновешенный, я бы сказал, что даже спокойный, я себе плохо представляю вас, скажем, на баррикадах, а при этом возглавляете достаточно воинственную структуру, которая по сути своей борется с коррупцией всерьез. Что вы можете изменить в этой ситуации? Какие в связи с этой публикацией и с общественным резонансом на эти публикации вы могли бы предложить? Нужна какая-то реакция. Вообще, пока никто не наказан за обильное воровство, порядка в стране не будет, потому что безнаказанность она развращает. А то, что они публикуют свои доходы и фактически объективируют свое воровство, так они над нами просто смеются. Они же тем временем все это вывозят за рубеж. Совершенно согласен. Что бы я мог предложить? Тут я бы разделил на два аспекта. Что, на мой взгляд, вслед за этим хорошо было бы, чтобы произошло в стране. И что конкретно наша организация будет делать в любом случае. Что касается страны в целом, то, во-первых, хорошо бы было, чтобы в пакете с этим декларированным шла возможность обмести активов. То есть, ребята, вы задекларировали, давайте заплатите с этого налог 20%, 30%. И дальше, и будем считать, что все в расчете, и дальше с чистого листа. Это один момент. Второй момент. В любом случае, наши антикоррупционные новосозданные органы просто обязаны заняться как минимум наиболее одиозными декларантами. Это Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро. Если они этого не сделают, их надо гнать в три шеи, чтобы они не проетали. Там появилось очень много знаковых фигур, которым веришь. Молодые, энергичные, образованные, честные, судя по всему. Значит, тем более, их должны проверить и официальные структуры, и покопаться журналисты. Если их активы и доходы имеют легальное происхождение, это действительно заработано каким-то невероятно эффективным трудом, ради чести им и хвала. Если нет, то, значит, вывод должен быть соответствующий. Так, соответственно, расследование с последующими, по крайней мере, попытками привлечения к ответственности через суд. Я далек, конечно, от иллюзии, от наивности. Мы с вами говорили о прокурорах и о судьях и так далее. Но хотя бы формально, хотя бы для приличия подобные процессы должны произойти. Потому что если государство вообще никак не отреагирует на такое абсолютно откровенное декларирование тотальной коррупционности и разграбление, ну тогда зачем нам это государство нужно, это государственная машина. Что касается общества, то это обструкция давления на власть с тем, чтобы ушли в отставку наиболее одиозные декларанты. И тут, конечно, должны подключиться те политические силы общественных движений, которые находятся сегодня вовне парламента. Ну потому что в парламенте, что возьмите, что был список блока Юлии Тимошенко, что оппозиционный, что народный фронт, что блок Петра Порошенко, мы все видим в декларациях, что там происходит. Они, конечно, сами против себя бороться не будут. Но те политические силы, которые сегодня находятся на пороге парламента, очень хотят туда попасть и те общественные движения, которые у нас существуют, они должны поднять общество, на мой взгляд, на вот такую компанию давления, на президента, на кабинет министров, на другие органы власти с тем, чтобы наиболее одиозные декларанты либо доказали, подтвердили легальность происхождения своих доходов, либо уплатили налоги, либо ушли со сцены в отставку. Кроме этого, мы должны системную обструкцию объявить политикам, которые не могут доказать и объяснить свои абсолютно неприличные доходы и как минимум не голосовать за них на следующих выборах. И, соответственно, наша организация со своей стороны приложит максимум усилий, чтобы одесские избиратели как минимум, ну мы за всю Украину не можем отвечать, но за Одесскую область, да, чтобы наши избиратели как минимум максимально получили информацию, у кого какая декларация, и не только сейчас, а и перед выборами, вот в процессе непосредственно для голосования, напомнить еще раз, что та гречка, которая разносится, это пыль. Пыль, пыль, просто пыль, пыль, пыль. Это пыль сейфа, в котором хранятся эти декларации. Это даже не только тех сейфов. Я думаю, что это одна из технологий, которые есть по выборам, но она не столько самая эффективная, сколько самая заметная. Конечно, сами по себе декларации никого не уничтожат. Кроме того, что они еще и лживы во многом. Ну да, они могут быть недостоверны в том числе. Но это все-таки возможность для нас, это оружие в наших руках, и как минимум какую-то часть, как я уже сказал, наиболее одеозных. Мы просто не имеем права пропустить. И все-таки неотвратимость доказательств, неотвратимость наказания за, его не последовало. Пока что ни один титулованный вор не наказывает. Совершенно верно. Больше того, если мы переживаем, у меня нет никаких иллюзий относительно технического прогресса, который не накладывает существенных отпечатков на моральное, этическое состояние общества. Мы сейчас переживаем этап не французской, а украинской буржуазной революции. Да, и борьбы за независимость. Буржуазная революция – это стало быть Карл I, Людовик XVI, Мария Антуанетта на Галетину. И чтобы другим неповадно было, вот когда сорвался с цепи уже бунт народный, этот самый беспощадный, который бессмысленный, вот тогда уже управлять этим невозможно. Но ведь те, которые хотят умеренных, ограниченных каких-то свобод, которые хотят постепеновщины, они ведь, придя к власти, не могут удержать толпу. Она идет дальше. Наш корабль, вот этот, восточно-европейский, общероссийский, теперь украинский, он очень трудно разворачивается, но инерция у него очень большая. Поэтому, если произойдет взрыв народный, уже оптимальные, как бы, здравомыслящие политики будут не у власти, они слетят, как слетело временное правительство, как слетело учредительное собрание, потому что ему просто сказали, «Караул устал, идите к черту». И тогда этими ребятам уже не спрятаться, ни на островах Виргинских и Сейшельских, ни в курортах зарубежных, ни в своих особняках где-нибудь в соседних странах. То есть, прятаться надо бы сейчас. А они спокойно смеются нам в лицо, переписывают свое имущество. Я не очень хорошо понимаю, зачем такому высокому интеллектуалу, как господин Аваков, собственная картина Пикассо. И откуда он вообще знает, кто это? Ну, во-первых, это красиво. Не, мы просто, видимо, подсказали, что это выгодное вложение средств. Ну, это все. То есть, если у нас такие вещи происходят, я говорю, без симпатии относительно политической платформы, которую занимает человек или партия. Они все мазаны единым миром. Мы не видим молодых патриотов, которые подошли бы близко к власти. Или видим, как они быстро портятся. Ну, вот Поросюк тот же самый, который в своей декларации абсолютно издевательски написал, что ему подарил дорогой телефон или часы, я уже не помню, Дед Мороз. Ну, Святой Николай. Что не мешает ему пинать ногами своих классовых врагов прямо в стенах Верховной Рады? Ну, это как бы отдельный вопрос, который также подтверждает его... Ну, так, человек, которому Дед Мороз дарит такие дорогие подарки, уже можно и Деда Мороза ногой пнуть. Не мешает, да? Эта ситуация, просто еще раз подчеркиваю, что таким людям не место в парламенте. А кому место, если они друг друга избирают и выборов теперь уже не боятся, поскольку есть огромное количество теперь уже профессиональных фальсификаторов выборов, которые могут взять и извратить выборную ситуацию до неузнаваемости, до наоборот, до постановки параллельных компьютеров, которые совсем другую базу данных заводят. Мы все это видели в исполнении господина Кивалова, когда он был главой центра избиркома. Ну, я бы сказал, что тут вопрос в основном в другом, что общество не может, к сожалению, собраться, структурироваться и выдать из себя новую генерацию, поддержать и обеспечить ее приход к власти. Ну, вот вы из новой генерации, вы человек, скажем так, спокойный, уравновешенный, трезвомыслящий. Почему вы до сих пор только глава областной организации этого комитета? Я так понимаю, что вы могли бы сейчас претендовать на другие позиции, но вам не хватает трех миллионов долларов для ближайшей выборной кампании? Скорее всего, мне не хватает, наверное, прежде всего, команды, таких же единомышленников, с которыми бы я себя видел во власти. Потому что прийти самому во власть для меня это не цель и не достижение, поскольку для меня самое главное – это возможность реализовывать те же идеи, которые я реализовываю сейчас в общественной организации. А для того, чтобы их реализовать во власти, нужна команда. А такой команды я пока не вижу. Я смотрю, что вы возглавляете комитет Одесской областной организации комитета. Избиратели уже довольно давно. Совершенно верно. То есть, я думаю, дольше, чем господин Костус возглавлял антимонопольный комитет. Заметно дольше. Но он за время возглавления, человек крайне ограниченного интеллекта и культуры, сумел накопить себе достаточно много всякого рода позитива, так скажем, да, и уйти на почетный и незаслуженный отдых в соседнее государство, да. Значит, что вы дальше будете делать? Я имею в виду не политическую карьеру, я имею в виду поиски технологий. Мне тоже не нравится сама постановка карьерных вопросов применительно ко мне, это уже просто поздно делать. Но технология есть. И я ими занимаюсь. Я вижу, как очень многие люди технологически осресленные бьются об стенку. На самом деле, то, что они сейчас декларируют, эти богатые ребята, они просто над нами откровенно издеваются. Абсолютно. Они циничные, им ничего не страшно. Никого из них еще не посадили, никого не преследуют. Если бы они действительно опасались последствий от декларирования, они бы не декларировали. А историю английской и французской революции они не читают? Ну, они считают, что их это не касается, не коснется, ну, а многие действительно и не читают. Очень интересно. Я хотел бы все-таки слышать о каком-то конструктиве. То есть, я понимаю, что человек в вашей позиции может быть технологиями не столько не обеспечен, сколько не хочет о них говорить, а хочет их применять. Ну, смотря каких... В технологиях борьбы за власть, конечно. Если вы политик действующий, и еще молодой относительно, то у вас должны быть какие-то технологии, какие-то планы взятия следующих политических барьеров. Я имею в виду не имущественные, как говорит Сантаево Бог. Я имею в виду технологическая доступность к тем язвам нашего общества, которые имеются. Вот здесь побывала за последние несколько месяцев актуализация политической жизни в Югной Украине не один десяток, может быть, даже больше сотни человек, которые так или иначе имеют отношение к борьбе за власть. Я вижу, что у многих из них порядочных, честных и неглупых людей очень большие проблемы с ответом на вопрос «как?». Что и зачем они знают? Вопрос «как?» — одни разговоры. А пока мы не научились зарабатывать деньги или аккумулировать какие-то средства, пока у нас не появились свои Саввы Морозовой, весь этот меньшевизм, большевизм никуда не приводит. Вот я, действительно, когда начались все эти национальная буржуазная революция, началась в Украине, я для себя подумал, я еще успею пожить в продемократическом строе. Сейчас у меня этот оптимист куда-то спрятался, потому что я вижу, что происходит, и как быстро набирают высоту люди. Я не буду сейчас называть фамилии, которые, понятно, что мотивационно меняться не будут. Они такими пришли в политику. В том числе и в Одесской области я вижу нескольких депутатов, которые на слуху, и которые уже там в Киеве стало понятно, что они продажные люди, пришли туда отбивать расходы на выборную кампанию. Насколько вот ваше окружение, или, скажем, ваш клан готов, ну, скажем, менять технологию? Вы как бы правильные вещи говорите, а вот есть ли у вас средства воздействия, или можете ли вы эти средства привлечь? Это большой вопрос. Ну, первое средство воздействия — это… Это говорение в эфире. Да, но это общественное мнение. И за это огромная благодарность одесским СМИ, что они дают нам эту возможность. Ну и вашему каналу, конечно, в данной ситуации в первую очередь. Да мне этого мало. Но все постепенно, понимаете, все должно быть последовательно. Только тогда оно будет надежно, потому что если кавалерийский наскок, то тогда таким же кавалерийским наскоком оно избивается зачастую. Значит, сегодня, понимаете, вот вы говорите, что прогресс не накладывает отпечаток на моральную сторону. Я имею в виду научно-технический прогресс. Да, но научно-технический прогресс нам дает возможность побеждать там, где раньше необходимо было вложение огромных средств, сегодня намного меньшими средствами. Но самое главное — это идеи и формирование команды. Дальше уже средства продвижения этой команды, они, конечно, важны, но мне кажется, что все-таки вторичны, потому что сегодня у нас существует огромный кризис доверия, огромный дефицит доверия. Если мы сможем сформировать команду, идею, которая сможет получить доверие у граждан, то мне кажется, что в этом будет залог успеха. Я хотел бы все-таки видеть какую-то принципиальную, технологически некоррумпированную ленту. Вот начиная с поступления в ВУЗ, начиная с качества преподавания в этом ВУЗе, с формированием специалиста, а не с формированием человека, способного сдавать экзамены. Это разные вещи. Начиная с продвижения в политическую элиту, начиная с решения своих административных, финансовых, статусных задач, чтобы эта лента сквозная была как-то, ну, оберегаема элитой общества. Ну, это, конечно, важно. Но вы поздно начали, с детского садика надо, на самом деле, мне кажется. Ну, наверное, да. С университета уже поздновато. С момента зачатия тоже подошло. Ну, над этим сложно работать. На это сложно влиять. Не знаю, каждый в силу своих возможностей пытается. Давайте все-таки посмотрим, насколько неотвратимость наказания, в общем-то, хоть в какой-то мере растет. Как показатель. Вот сейчас, когда появились наиболее, ну, скажем так, возмутительные примеры, их надо популяризировать, приводить? Обязательно. Сплетничать на эту тему. Не сплетничать, а именно популяризировать и доносить. Пожалуйста, у нас еще там больше 20 минут. Давайте займемся прямо здесь и сейчас популяризацией наших самых заслуженных декларантов. Ну, на самом деле, мы пока эту информацию изучаем, мы сейчас как раз готовим, мои коллеги готовят по депутатам, по руководству. Это из комитета, да? Да, по нашим первым лицам в полиции, в прокуратуре, в судебной системе. Но пока этой информации в целом в таком обобщенном виде нет, мне бы не хотелось кого-то отдельно выдергивать, потому что это будет не совсем справедливо. Другие обидятся, что мы их лишили славы и эфира. Простите. Я понял. И на самом деле, это работа ни одного дня и ни сегодняшнего дня. Кроме тех лиц, о которых я сказал, мы еще до завершения декларирования начали проверку деклараций мэров городов областного подчинения и глав райадминистрации в Одесской области за прошлый год. На предмет соответствия информации в этих декларациях, той информации, которая существует в открытых реестрах, то есть у нас сегодня есть открытые реестры недвижимости, автомобилей, регистрации бизнеса. Соответственно, по этим реестрам мы можем и формируем альтернативные, условно говоря, декларации, что есть у какого главы райадминистрации, у какого мэра города областного подчинения в части недвижимости, в части земельных участков, в части автомобилей, а также составляем карту его бизнес-интересов и бизнес-интересов его ближайшего окружения, какими бизнесами они владеют, каких имеют часть. И, соответственно, дальше мы эту полученную нами информацию, собранную непосредственно из источников, сравниваем с теми декларациями, которые они предоставляют, предоставили вернее, и если, сейчас идет процесс сравнения, но в дальнейшем, если мы найдем отклонение, то мы будем обращаться в национальное агентство по запобеганию коррупции, с тем, чтобы они уже привлекали к ответственности этих должностных и этих должностных лиц, потому что, на самом деле, есть еще один большой вопрос и большой аспект этого декларирования. Это проверка достоверности этих деклараций. То есть, привлечение к ответственности – это одно. А второй вопрос – насколько действительно в эти декларации внесена достоверная проблема. Но за ложь откровенную своему же народу тоже надо наказывать. Надо наказывать, но на самом деле там предусмотрена ответственность. Максимум – это штраф до 2 миллионов гривен, либо общественные работы до 240 часов. Я думаю, что для них самое главное – это, что это станет известно. Вот. Так мы же с вами об этом весь эфир говорим, что я об этом неоднократно говорю. А давайте посмотрим. Вот можно сделать такую, скажем, медийную раскрутку. Показываем декларацию и показываем реальный образ жизни. Рядом. Это достаточно непростая журналистская работа, но она бы прямо показывала разницу между тем, что они показывают, и тем, что на самом деле у них есть. Это ведь не очень сложно сделать. Хорошая идея. Значит, есть еще один момент. Я бы хотел понять, а у вас всю эту работу осуществляют ваши сотрудники? Они на зарплате у вас сидят? Да, они получают определенный генерар. Значит, сейчас у нас этим занимается 4 человека-аналитиков и плюс группы юридического сопровождения. А вы не боитесь, что их просто могут просто на корню купить, потому что их заработок сильно уступает заработкам и хищениям их жертв, вероятно, их клиентов? Нет, нет, не боюсь, потому что это все ребята проверенные, мы с ними работаем не один год. Но на всю Одессу и область 4 человека в вашем комитете. Ну, на данном этапе пока у нас и не такой большой объем работы в этом направлении. Вот те фигуранты, которых я перечислил, это до 40 человек. Дальше, если мы будем расширять круг, я, скорее всего, так и будет. Соответственно, мы будем подключать дополнительное количество людей. Я могу, на основании того опыта, который у меня есть, пророчить, что как только вы начинаете работать эффективно, вас моментально начинают дискредитировать или медийно мочить, грубо говоря. То есть находить у вас злоупотребление. Это сейчас делается, практикуется. Лещенко не успел приобрести хорошую квартиру, качественную в Киеве, как и вот тут же на него спустили всех собак, поскольку с его антикоррупционными высказываниями он всем надоел богатым. Ну, с другой стороны, там действительно вопрос, откуда у него. Каким образом он собрал деньги на эту квартиру? На эту квартиру. Это осуждают люди, у которых за рубежом замки свои стоят. Я согласен, но оппозиция должна быть святее Папа Римского. Он, в принципе, должен был как-то продумать. А вот этого не будет никогда. Наша оппозиция, как и наша власть, она вся из народа. И она соответствует его потребностям, его культуре. Ведь у нас значительная часть обывателей относится к номенклатурным ворам как. Смотри, какой молодец. Здорово, он обхитрил власти и живет в свое удовольствие. Хотелось бы, вообще говоря, так же жить или помогать им. То есть, очень многие сотрудничают с откровенным ворьем статусным. Понимаете? К сожалению, это да. Именно поэтому мы находимся в той ситуации, в которой... Создаются вообще технически достаточно качественные медийные программы, центры, телестудии, которые целиком работают на конкретного вора. И мы это знаем в Одессе. Мы знаем, как это выглядит. Мы знаем, как они действуют. Где они работали раньше, на кого они работали до этого. То есть, это все надо публиковать, потому что народ не знает. А было бы очень важно, чтобы знал, какая позиция, откуда произошла, произросла. Пока этого не сделано, мы вообще черпаем воду решетом. Вот очень хотелось бы перечень конкретных успехов разоблачить. Я так понимаю, что это дело ближайшего будущего. Совершенно верно. То есть, мы сможем просто с вами здесь встретиться, и вы расскажете, кого и каким образом разоблачили и наказали. Да, конечно. Ну, я тогда ловлю вас на слове. Мы вас здесь просто ждем, да? У нас есть еще несколько минут. Я думаю, что какие-то интересные моменты в жизни вашей организации вы могли бы сейчас объявить. Такого-то числа ждем вас на отчетном докладе по поводу раскрытия воровства такого-то. Нет, пока таких объявлений именно я сделать не могу. Но я могу сказать, что кроме непосредственно работы над декларациями, мы занимаемся еще рядом важных, на наш взгляд, направлений деятельности. С одной стороны, мы сейчас в Одессе, в Одесской области, в принципе, опробируем такую уникальную для Украины методику комплексного оценивания деятельности депутатов местных советов. То есть есть такая математическая формула? Ну, там, скажем так, есть такая комплексная система мониторинга, которая оценивает в том числе математических показаниях. И вы лично технологически ее уже освоили? Да, мы ее непосредственно разработали на основании многолетнего нашего опыта мониторинга с разных сторон. Привели к совершенству. То есть она, с одной стороны, комплексная, с другой стороны, она дает наглядные для простого обывателя показатели. Знаете, потому что если простому человеку вывалить 5 или даже 2 страницы текста с перечнем недостатков, он на второй-третьей строчке заснет. Вот это проблема популяризации. На второй-третьей строчке заснет. И понятно, потому что он не специалист, ему это не интересно. Именно поэтому вам лично на митингах делать особенно нечего, я правильно понимаю? Нет, потому что мы подбираем тот язык, который будет воспринят массами, который легок для понимания и для восприятия массами. А в первую очередь это язык цифр. То есть 5-бальная шкала оценивания и, соответственно, по этой 5-бальной шкале оценивания оценка для депутата. Кому нужно больше, тот пойдет глубже. Но это с одной стороны, это для избирателя. А для депутата у нас, соответственно, подробный будет перечень его недочетов, над которыми он при желании сможет работать. То есть смотрите, ваши действия должны быть, во-первых, адресными. Совершенно верно. Во-вторых, доступными. Они адресные, да. Доступными при популяризации населению. То есть расфасованные по разным сложностям для разных групп населения. Для прокуроров и судей. Это одно обоснование серьезной математикой. Для пиросичного прохожего на улице. Это наиболее простая из двух-трех позиций. Совершенно верно. Но и то, и другое соответствует истине. Совершенно верно. Мы так взяли на себя структуру фактически функционального. Функциональный вот такой вот блок, которым бы гордился целый научно-исследовательский институт. Который бы 5 лет разрабатывал только методологии и технологии исследования. У нас нет 5 лет, чтобы разрабатывать. Но у нас есть институт, у нас есть огромный институт экономики Академии наук Украины. В котором накоплены огромные работы, за которые уже проплачены деньги. И эти доктора уже успели или состариться уйти на пенсию, или даже умереть. Для нас... Огромное количество наработок такого типа есть, но вы к ним не обращаетесь. Ну, мы к ним не обращаемся, потому что мы, во-первых, мы о них не знаем. Разработчики состарились. Да. Во-вторых, понимаете, мы, как я уже сказал, мы разработали методологию, исходя из личного опыта, исходя из своих успехов и ошибок. То есть, соответственно, мы базировались непосредственно и брали те вещи, которые реально работают, в которых мы уверены. Спасибо, уважаемые одесситы. У нас в гостях был Анатолий Бойко. Человек, который настаивает на технологичности и адресности своей работы, а не на митинговых воплях и поднятии общественного резонанса, он на самом деле строит свою деятельность по предотвращению и борьбе с коррупцией технологически, последовательно. Один из немногих наших нестихийных профессионалов в городе, который много лет накапливает информацию и готов сейчас приступить к более активной фазе своей работы. Желаю вам всего доброго, успехов. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.